МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Дело номер. Как всегда, в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Особо тяжкое преступление расследуют полицейские Кустаная. В одном из частных домов города была убитая пожилая женщина. Как нам стало известно, преступление было совершено на улице Каирбекова. В частном доме обнаружено тело 86-летней женщины с признаками насильственной смерти. Как в ответ на наш запрос, нам сообщили в пресс-службе ДВД Кустанайской области. В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейскими установлен и задержан 41-летний подозреваемый. Также сообщают, что мужчина ранее был судим. Суд санкционировал его арест. В настоящее время он во дворем в изоляторе временного содержания Рудного. Полицейскими проводится досудебное расследование по статье «Убийство». Максимальное наказание назначил суд Кустанайцу, который обвинялся в убийстве собственной дочери. Напомню, 15-летняя девочка была убита в марте этого года. О причинах совершения преступления подозреваемого спрашивали несколько раз, в том числе и предоставляя ему последнее слово. В отношении подсудимого Сергея Клепикова, который 17 марта этого года убил свою 15-летнюю дочь, еще во время досудебного следствия был проведен ряд экспертиз. В заключении сказано, что Клепиков страдает органическим расстройством личности и психопатизацией, но его рекомендовано считать вменяемым. В момент совершения преступления он мог осознавать опасность своих действий. Причины, по которым он напал на свою дочь, как выяснилось, он не сообщил даже врачам. Такие ответы, по словам специалиста, говорят о форме защиты человека, когда он сам себе не дает вспомнить неприятные моменты. Психолог сообщил, что Клепиков хорошо вспоминал, что напал на девочку сзади, и она не ожидала ударов. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, вы где взяли нож? На кухне. На кухне? То есть прежде чем пойти в котельную, где мылась ваша дочь, вы пошли, взяли нож на кухню, а потом уже пошли в котельную? Я не помню, но я себе как бы не отвечал, я не мог остановиться, я не знаю, что с вами произошло. То есть, утверждает психолог, преступление было совершено не в момент внезапного душевного волнения. Специалист-психиатр же сообщил о суду, что органическое расстройство личности возникло у подсудимого на фоне нескольких полученных черепно-мозговых травм, массивной алкоголизации, неоднократного кодирования от алкоголизма. О его психопатизации говорят раздражительность, склонность к агрессивным реакциям, неиспользование пережитого опыта и привычная форма реагирования в определенных ситуациях. То есть, была ситуация в 2004 году, когда, значит, там были тоже отношения, жена изменяла, настроенность такая, и человек реагирует тем, что, ну, совершает вот такое тяжелое правонарушение. Здесь мы не знаем, что произошло, потому что свидетелей нету. Психиатр сообщил, что назвать причиной совершения преступления подсудимый именно не хочет, а не не может. Следствие же, по словам гособвинителя, установило, что единственной причиной стало непослушание подростка, и поэтому Клепиков представляет реальную опасность для общества, поскольку не может найти выхода из обычных жизненных ситуаций. На основании изложенного прошу суд Клепикова Сергея Александровича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99, частью 2, пунктом 14 ГК Республики Казахстан и назначить наказание по данной сети в виде пожизненного лишения свободы. Сам подсудимый, по словам его защитника, просил назначить ему 20 лет лишения свободы. В итоге суд удовлетворил требования государственного обвинения, на что Клепиков отреагировал спокойно. Отбывать пожизненный срок он будет в учреждении уголовной исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Погром на кладбище в Куснайской области устроили школьники. Полиция нашла тех, кто разбил множество могильных плит в пригороде Аркалыка, сообщили нам в ДВД Куснайской области. Напомним, о происшествии в редакцию сообщили аркалыкчане, которые пришли навестить могилы родных. Кладбище находится в поселке Ашутосты, в 35 километрах от Аркалыка. По словам людей, приехав туда 25 мая, они ужаснулись. Каменные кресты на могилах были сломаны, деревянные, спилены. Есть могилы, которые разбили, и от памятников остались только торчащие прути арматуры. На некоторых могилах плиты были просто поварены. По словам людей, вандалы сломали звезду на могиле ветерана Великой Отечественной войны, а некоторые фотографии поцарапали. Жители Аркалыка обратились в местную полицию. Мы же послали запрос в областное полицейское ведомство. Как сообщается в ответе при службе ДВД Куснайской области, по факту повреждения надгробных камней и деревянных крестов на кладбище в поселке Ашутосты, сотрудниками УВД города Аркалыка проводится досудебное расследование по статье надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Уголовного кодекса Казахстана. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в тот же день были установлены двое 11-летних учащихся Аркалыкской средней школы, которые дали признательные показания. В настоящее время расследование продолжается, по итогам которого будет установлен причиненный ущерб. Кроме того, что виновным или их родителям придется его возместить, они могут быть наказаны штрафом до 5000 месячных расчетных показателей, а это более 12 миллионов тенге. Или же суд может привлечь подсудимых к исправительным работам на ту же сумму. Еще одна мера наказания по данной статье – ограничение или даже лишение свободы на срок до 5 лет. Кустанайские полицейские раскрыли угон авто, прежде чем о похищении автомобиля узнал его владелец. Угонщики испугались полицейской машины, чем и выдали себя. В одной из ночей сотрудники ДПП УВД Кустаная, Жалгас Шонов и Киржигали Алибаев патрулировали улицы города. Они обследовали центральную часть Кустаная. На пересечении улицы Таулицыздык-Литунова нами была обнаружена автомашина ВАЗ-2107 российского учета, в салоне которой находились парни, которые вызвали подозрения. Подозрения и парни, и их автомобиль вызвали тем, что при появлении полицейской машины их авто резко вильнуло и наехало на бордюр. Как выяснилось позже, у того человека, который находился за рулем, что называется, сдали нервы. И от испуга он не справился с управлением. Подъехав поближе к ним, парни начали разбегаться в разные стороны. К нами были задержаны два молодых парня. Данную машину они угнали со двора улицы Чехова, 125. Также совершили кражу магнитолы данной автомашины путем разбития переднего бокового стекла. Как отмечают полицейские, чаще всего в Кустаная угоняют именно машины российского производства, так как их легче вскрыть. И поэтому не рекомендуют оставлять их без присмотра в случае, если они не оборудованы сигнализацией. Вместо тренировок обман. Несколько человек пострадали от действий фитнес-тренера в Кустаная. Как сообщили в пресс-службе ДВД Кустанайской области, в полицию с заявлением обратились пять человек. Люди утверждают, что стали жертвами мошенничества 23-летнего фитнес-тренера клуба «Спарта». Одна из пострадавших рассказала корреспондентам, что тренер попросил взять для него кредит в полмиллиона тенге. Отдать обещал через три дня. А за такую услугу он пообещал девушке годовой абонемент в фитнес-зал. Жительница Кустаная поверила. После передачи денег он перестал отвечать на звонки. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 5 миллионов 800 тысяч тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого. Изготовить таблички с возрастными ограничениями. Такое решение приняли в отделе ЖКХ после драки женщин с подростком на скейт-площадке в Кустанайе. Напомним, инцидент произошел несколько дней назад в районе КСК. Конфликт случился между подростком и женщиной из-за спортплощадки. Все это сняли на видео и выложили в соцсети. Полиция провела проверку. Как сообщили в прислужбе ДВД Кустанайской области, полиции установлена женщина, которая участвовала в инциденте на бульваре молодежи в Кустанайе. В отношении 39-летней жительницы Кустаная составлен административный протокол по ст. 434 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Сейчас таблички изготавливают, а позже их разместят возле каждого спортивного объекта. По словам сотрудника отдела ЖКХ, возрастные ограничения, которые указаны на табличках, должны помочь в будущем избежать подобных конфликтов. Для решения данного конфликта, что произошло на бульваре молодежи, принято решение изготовить таблички с информацией. То есть по состоянию на сегодняшний день таблички на русском языке уже изготовлены, сейчас делают перевод на казахский язык. После чего будет организация, которая обслуживает бульвар молодежи, установлены данные таблички с информацией на игровой зоне. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова